Всем привет, дорогие друзья, с вами Gameplay, и первая игра на сегодня называется Bowden. И это достаточно необычная, нестандартная, но очень интересная игра, в которую необходимо играть вдвоем. Желательно, чтобы эти двое были еще и противоположного пола. В этой игре вам необходимо будет танцевать. Итак, давайте посмотрим, что здесь есть у нас, какие виды танцев. Есть танец Grass, то есть трава, уровень сложности относительно простой. А дальше есть Twirl, что дальше? Aztek, так, стойте. Дальше Marble, дальше Coral, и дальше Peak, Slices, и все. Пока что больше других танцев нет, но чем дальше, тем эти виды танцев становятся все сложнее и сложнее. Здесь есть видео, которое продемонстрирует вам, как этот танец танцуют профессиональные танцоры. Ну а вы можете попробовать и поиграть, и посмотреть, что у вас вообще из этого получится. Итак, давайте выберем самый первый, самый простой танец. И сейчас я вам расскажу и покажу, как здесь что делается. Нажимаем танец, и вам что первое необходимо сделать, это подойти и пригласить своего партнера. Вы нажимаете пальцем на область экрана, на необходимую, подходите к другому человеку, и говорите, я приглашаю тебя на танец. И другой человек также берет этот планшет, соответственно, за нужную точку. Дальше происходит вот такая вот балансировка экрана, и дальше вам необходимо будет вот таким вот образом попадать вот в эти вот круглые сферы, не сферы, точнее, а круги. И вот, как вы видите, у нашего центрального, так сказать, кружка есть выемка. Эта выемка должна совпадать с выемкой на вот этом вот кружке, который вам необходимо собирать. Есть обычные кружки, задача этих кружков просто через них прокатиться. Мне вот сейчас очень неудобно это делать, потому что это нужно делать стоя. Мне, наверное, придется даже немного привстать, чтобы эти кружки все собрать. И таким вот образом вам необходимо будет танцевать. Естественно, сейчас я это вам не очень хорошо могу продемонстрировать. Но, тем не менее, играть интересно. Я пробовал играть со своей подругой. Мы очень весело провели время, поржали, но снимать мы это не решились, потому что это было слишком трэшово. Но если все-таки вы захотите это посмотреть, может быть, я ее уговорю, и мы все-таки снимем это видео, как мы этот танец танцуем. Ну а вы тоже попробуйте, скачайте эту игру, потанцуйте с кем-нибудь из своих знакомых, с подругами. Если вы девушка, то с каким-нибудь другом со своим. И приятно проведите время. Вторая игра называется Track Racing Online. Эта игра пока что доступна в качестве бета-теста. Доступна она только на FOP PDA. Да, именно туда мне и подсказали зайти и скачать ее. Я скачал, ознакомился, и сейчас я вам расскажу, в чем же суть этой игры. Она только онлайновая, и в игре присутствуют два режима игры. Это Street Race и Deathmatch. Нам придется посмотреть на оба режима. Давайте сначала присоединимся к Street Race. Здесь в игре уже существует 213 комнат, играет 1106 человек в данный момент. И сейчас мы увидим, что же здесь нам предстоит делать. А в режиме Street Race вам необходимо как можно дольше продержаться, чтобы вас не разбили полицейские, не уничтожили. И проехать как можно больше через количество трек-чекпоинтов. Вот так вот вы едете через чекпоинты, собираете их. Далее, что есть еще у нас? У нас есть нитро, который позволяет вам ускориться. Здесь есть также соперники. И вот сейчас я кого-то уничтожил, потому что въехал прямо в него. Если вас арестуют полицейские, точнее не арестуют, а уничтожат, то вы будете играть за полицейских. И ваша задача будет, что сделать правильно? Ловить других нарушителей закона, то есть Street Racer. Сейчас мы это увидим. Вот все, теперь я полицейский, и мы выезжаем на охоту. Те автомобили, у которых ники подписаны красным цветом, это Street Racer, и именно их вам необходимо уничтожать. Вот он едет. Сейчас мы попробуем въехать прямо в него. Давайте попробуем. Должны мы его как-то догнать. Врубим нитро. И мы его настигаем. Эх, увернулся он от меня. Ну, в общем, игра будет длиться до того, пока у вас внизу тикает таймер. То есть еще немножко осталось. То есть совсем скоро матч закончится, и мы видим его результаты. Так как я присоединился не с самого начала, то выиграть я его не успел. После того, как матч заканчивается, сразу начинается новый. Здесь есть турнирная таблица, можете ее посмотреть. Ну, а мы сейчас вернемся в главное меню и посмотрим на второй тип игры. Это режим игры Join Death Match, то есть Death Match, смертельный матч. Здесь вам необходимо уничтожить как можно большее количество ваших соперников. На каждой машине установлены пулеметы, и помимо этого всего, здесь вы еще можете находить дополнительные ракетницы, которые будут отнимать большое количество жизней у ваших противников. По крайней мере, когда я играл до этого, я все матчи в данном режиме выигрывал. Может быть, соперники какие-то были слишком легкие, может быть, что-то еще, но у меня вообще никаких проблем здесь не возникало. Здесь есть настройки графики, сейчас стоят низкие. Игра, потому что еще не оптимизированная, на высоких она просто ужасно лагает, что играть невозможно. Ну, а так, мне кажется, достаточно интересный, любопытный проект. Кому этот проект интересен, присоединяйтесь, тоже установите себе игру, играйте, пишите свои отзывы, комментарии. Ну, а вообще, на мой взгляд, очень-очень даже заманчивая игрушка. Я бы в такую поиграл, если бы она, конечно, была допилена до конца. Ну, и сейчас, в принципе, играть можно, правда, доступна только одна машина, одна трасса, и, соответственно, вы будете гонять на этой одной машине в обоих режимах игры, и оба режима игры будут осуществляться только на этой одной карте. Что еще не сказал, здесь есть, естественно, аптечки, есть дополнительные патроны, но все это, я думаю, объяснять не нужно. Третья игра называется «Сет сланки». В этой игре вам предстоит играть пружинкой, и игрушка очень сложная, очень хардкорная. Я первую миссию так и не смог пройти, я доходил до середины, ну, на мой взгляд, это середина, но ничего у меня не получилось. Итак, что вам нужно делать? Вы играете в роли вот такой вот пружинки, которая вот так вот двигается, и ваша задача в нужный момент времени наклонять свое устройство. Например, когда слишком большое расстояние, вам необходимо наклонять. Если расстояние короткое, то наклонять не нужно, но иногда почему-то это не так явно видно, и из-за этого, конечно же, случаются казусы, из-за которых вы будете проигрывать и переигрывать данный матч раз за разом. Так, наклоняем, наклоняем, и вот этот вот момент, тот, который я пройти так и не смог. Почему-то здесь я всегда проигрываю, я вообще не понимаю, что нужно сделать. На первый взгляд, игрушка очень интересная, но вот из-за того, что она такая сложная, в нее просто невыносимо играть, она будет бесить, выносить мозг, но и будет появляться желание все-таки разобраться в ней и как-то ее пройти. Я где-то минут 20 пытался пройти эту миссию, но дальше того момента, который вы уже видели, я пройти так и не смог. Может быть, получится у вас, а так чисто визуально игрушка очень красиво и стильно выглядит, и к тому же она от нашего отечественного разработчика. И последняя игра на сегодня называется Элис. Это достаточно необычная игра, сейчас мы на нее посмотрим. Здесь есть несколько режимов игры, это бесконечный режим и режим миссий. Давайте в режим миссии мы поиграем. Я дошел уже до шестой миссии, но давайте, наверное, на четвертую глянем, и на примере ее я постараюсь вам объяснить, что же здесь от вас требуется. Надеюсь, я сделал правильный выбор. Итак, у вас появляются вот такие вот различные кружки, и эти кружки нужно будет размещать вот в таких специальных местах. Но если они слишком маленькие, вам придется с помощью вот такого вот свайпа дробить их для того, чтобы помещать их в эти вот специальные, не знаю, цветочки или места. А после того, как вы их поместите, то вы получите, соответственно, определенный бонус и сможете пройти данную миссию. Сверху указаны вот эти вот полоски, которые показывают нам, собственно, что здесь, сколько миссий нам еще осталось. Игра достаточно необычная, как по графике, так и по геймплею. Первоначально я вообще не понял, что это за игра, думал, что ковырнули разработчики, что они сделали, и как вообще в это можно играть, и как это вообще может нравиться и затягивать. Но на самом деле игрушка на самом деле достаточно стоящая, и внимания на нее обратить стоит, особенно тем, кто любит достаточно нестандартные и необычные игры. Помимо всего этого, здесь будут появляться и дополнительные препятствия, здесь будут летать различные штуки, ваши вот эти вот точки будут засасывать в какие-то непонятные воронки. И, возможно, вот в следующей миссии как раз-таки будет воронка, если я не ошибаюсь. Нет, в этой миссии воронки нет, но есть вот такая вот штука, которая летит, и вам с ней соприкасаться не рекомендуется, потому что она будет отнимать у вас жизни. То же самое будет, если вы будете соприкасаться с сферами, точнее, с кругами одинакового цвета, то есть они будут пожирать друг друга, и при этом они еще что будут делать, они будут отнимать вашу жизнь. Если у вас жизнь не кончится, то вы проиграете. Достаточно сумасшедшая такая эпилептическая игрушечка, вот такая вот, даже не знаю, как ее назвать и какой жанр ей определить. Ну что ж, на сегодня все, всем большое спасибо за ваше внимание, с вами был я, Юрий Аксенов, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, всем пока и до новых встреч!